Добрый день, уважаемые коллеги! На связи с вами город воинской славы Архангельск. Я представляю централизованную библиотечную систему нашего города, которую возглавляет Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. У нас 18 библиотек-филиалов, расположенных в разных территориальных округах города. Ежегодно мы обслуживаем более 72 тысяч пользователей, которым выдается 1 миллион 450 тысяч экземпляров книг, периодических и электронных изданий. Посещения составляют более 680 тысяч. Тема моего выступления – «Живая память». Опыт работы Муниципальной библиотеки Архангельска по патриотическому воспитанию молодежи. Я остановлюсь на самых интересных проектах, которые были реализованы в ЦБС за последние 10 лет. Проект «Живая память» был нацелен на передачу молодому поколению памяти о немеркнущем подвиге народа в Великой Отечественной войне, воспитании гордости за Родину, победившую фашизм, всенародное уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, за их стойкость, мужество и героизм. Проект «Живая память» стал победителем конкурса «Добрые дела во имя Победы». Реализуя проект, Центральная городская библиотека им. Ломоносова особое внимание уделила проведению тех мероприятий, в основе которых лежит определенная информация, ориентированная на формирование у молодежи высокого патриотического сознания. Проектными мероприятиями стали радиосюжеты о ветеранах войны, подготовленные совместно с телерадиокомпанией «Поморье». Получилась такая своеобразная портретная галерея героев, которые, между тем, не считают себя особенными. Чтобы подготовить радиосюжеты, библиотекарями проделана большая работа. При поддержке Архангельского городского совета ветеранов были составлены списки ветеранов, принимавших участие в обороне Заполярья. Библиотекари посещали ветеранов на дому, записывали воспоминания, собран уникальный материал, который мы и в этом году использовали при организации мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Приведу примеры. Было записано пять рассказов об участниках Великой Отечественной войны. «К сожалению, не все из них живы на сегодняшний день, но память о них жива». Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Помним мы эту фразу из старого доброго фильма о летчиках военной поры. На фронтах, конечно, была своя самодеятельность, но чаще сводному оркестру авиаторов на истребителях и бомбардировщиках приходилось исполнять симфонию пулеметных очередей и кантату взрывов бомб. Один из рассказов назывался «Поющая эскадрилья Василия Гонзи». Предлагаю послушать эту аудиозапись. Когда началась война, Василий Гонзя был курсантом Чугуевского летного училища, что под Харьковом. Ему только что исполнилось восемнадцать. Ощущение восторга и легкости от первых полетов, от чувства слияния с железной машиной переполняли молодого курсанта. Нам Сталин дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор. Сами собой крутились в голове у Василия слова популярной песни. Новенькая форма, восхищенные взгляды девушек – все это заставляло подтягиваться и понимать свою значимость. Хотелось петь, мечтать, влюбляться, но на календаре уже было 22 июня 41-го. Нас в четверо часа подняли по тревоге, бегом в обрагах, там расположили нас, шел дождь, мы промокли, холодно. Не знаем, почему нас держат здесь, а потом командир подъезжает к нам и говорит, «Ариш, началась война». Как это переварить? Очень сложно. Мы уже начали летать, теорию закончили, летать начали. Война, значит, все прекращается. Надо уезжать куда-то, так поразмышляем между собой. Наверное, увезут куда-то. Но мы ошиблись в своих размышлениях. Мы поехали согласно плану, благеря летние, и никуда не будет, а на запад, против войны. А тут уже немцы подходили, когда поближе к Харькову, западная часть неба в жерницах этих, стрельба. Ну, видно, там стрельба далеко, но все это светится, озаряется небо. Мы чувствуем, что противник поближается. Нас с Ложевея снимают в город Чугуев на поезд и повезли на восток. И вот какое интересное совпадение. Привезли нас в город Калач. Тот город, когда Сталинградская битва шла, там южные и северные фронты соединились. Это знаменитый мост. Немцы не успели взорвать его, он остался целым. В отставку Василий Тихонович вышел в чине полковника. Его часто приглашают на встречи с молодежью. И ему есть о чем рассказать, чему научить. Наши молодежи пусть всегда будут умницами и умниками. Пусть хорошо учатся. Которые под взрослением пусть оценивают жизнь, как мы живем, что нужно, чтобы мы лучше жили. Быть грамотными, быть академиками, хозяйственниками высококласса. Чтобы они жизнь строили по своему желанию, по своим возможностям. Сейчас ветеран пишет воспоминания. Во все времена героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемо частью русского государства. Именно это стараются донести до читателей Муниципальной библиотеки Архангельска. Подрастающее поколение нуждается в героических примерах, романтических идеалах, знаниях истории Отечества и родного края. Все аудиозаписи доступны для прослушивания на сайте archlib.ru. В рамках реализации этого проекта издан библиографический рекомендательный указатель «Архангельск военный», посвященный юбилею Победы и просвоению городу Архангельску почетного знания «Город воинской славы». В указателе можно найти материал о воинских частях, сформированных в Архангельске, об архангелогородцах, занятых на оборонных работах, о тяжелой жизни архангелогородцев, лишениях, голоде, бомбежках, о деятельности архангельских предприятий в годы войны. В соответствующих разделах также отражена культурная жизнь военного Архангельска – литературная, музыкальная, театральная, художественная. Все муниципальные библиотеки получили для работы библиодайджест «Архангельск и его герои», посвященный героям Советского Союза города Архангельска, рекомендательный список литературы «Войны. Священные страницы», «Север. В художественной литературе» и папки «Фолдер» с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в обороне Заполярья. Коллекция собранных и подготовленных Центральной городской библиотекой имени Ломоносова библиографических пособий в помощь патриотическому воспитанию используется юношеством для подготовки уроков, внеклассных мероприятий, рефератов. Разработки, составленные специалистами, доступны как в печатном, так и в электронном виде. Также были изготовлены пять баннеров с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, участников городской акции «Знамя Победы», которые были размещены в тумбах в центре города. Всего в рамках реализации проекта проведено 176 мероприятий, которые посетило 5537 человек. Это встречи с ветеранами, презентации книг, литературно-музыкальные композиции, уроки памяти, интеллектуальные игры, акции поздравления с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла. Реализовать намеченные мероприятия библиотекам помогло активное сотрудничество с Советами ветеранов Великой Отечественной войны, с общеобразовательными учреждениями города. Разнообразие форм библиотечных мероприятий способствовало раскрытию документных фонда библиотек, отражающих память о великом подвиге, активизации интереса у читателей к углубленному изучению истории Отечества, воспитанию уважения к старшему поколению, прошедшему войну, воспитанию чувства национальной гордости, исторической памяти на примере мужества и подвига своих дедов и прадедов, фронтовиков, защищавших Родину. В 2015 году был реализован еще один интересный, на мой взгляд, проект – это «Патриотический автобус». Инициатором проекта стала Центральная городская библиотека имени Ломоносова в рамках фестиваля историко-патриотической книги «Памяти. Огонь. Неугасимый». В течение трех дней школьники города совершали автобусные экскурсии и посещали памятники в центре Архангельска, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Среди них памятник воинам-архангелогородцам, погибшим в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах, Стелла с именами северян, героев Советского Союза, памятник Тюленю, спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда, Стелла – город воинской славы, памятники адмиралу Кузнецову и Соловецким Юнгам, сквер Победы и многие другие. В ходе экскурсий школьники разных возрастов вспомнили историю родного города, а также узнали очень много нового, интересного. Цель проекта по патриотическому воспитанию подрастающего поколения была достигнута. Самой популярной формой работы с молодежью до сегодняшнего дня остается квест-ориентирование. Квест в переводе с английского – поиск. Изначально квест – это компьютерная игра, сейчас перенесенная в реальность, иначе говоря, это приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных задач, разгадывания различных вопросов для достижения цели. Победителем становится тот, кто первым выполнит задание и пройдет все испытания. В Архангельске ежегодно организуется такая игра среди молодежи. Темы проведения игр самые разные. Квест-проект «Архангельск. Город воинской славы» был направлен на развитие новых форм содержательного досуга молодежи, распространение знаний об истории города, продвижение чтения и книги среди молодежи Архангельска, расширение краеведческих знаний, популяризацию и развитие нового вида соревнований. На протяжении всей своей истории Архангельск оставался и остается форпостом государства российского на севере, основанный в 1584 году по указу Ивана Грозного, как торговый порт и оборонительный подграничный пункт на Беломорье, он прошел большой и славный путь. Старт-квест ориентированию был дан в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова. Задания для игроков были составлены таким образом, что надо было определить места Архангельска, связанные с историческим прошлым нашего города и ответить на ряд краеведческих вопросов. На старт вышли 13 команд. Это представители вузов, СУЗов, молодежных объединений города Архангельска. Рядом с девятью памятниками и памятными местами Архангельска, прямо или косвенно связанными с воинской славой города, игроков встречали 29 волонтеров и библиотекарей, которые задавали ребятам краеведческие вопросы. В результате игры из 90 возможных баллов командам удалось набрать от 68 до 90. Молодые люди с интересом проверили свои знания по истории родного города, ведь начиная с самого основания, с 1584 года Архангельск является оборонным объектом на севере страны. Игра выполнила и свою просветительскую миссию, ведь правильные ответы волонтеры обязательно озвучивали всем командам. Победители игры получили дипломы и подарки, а все остальные команды – сертификаты об участии. И если пять лет назад такую игру проводила только Центральная библиотека имени Ломоносова, то сейчас эстафету подхватили библиотеки-филиалы, и квесты проходят уже не в центре города, а в округах. У игры есть соревновательный момент, поэтому это очень нравится молодежи, и они с большим удовольствием принимают участие в квестах. Проект «Архангельск-Северодвинск. Два города. Одна книга» – это новый проект, посвященный 90-летию с дня рождения русского советского писателя Валентина Пикуля. Инициировали Централизованная библиотечная система города Архангельска и Муниципальная библиотечная система города Северодвинска. Проект был нацелен на стимулирование чтения художественной литературы путем привлечения жителей к чтению и обсуждению одной книги. Два города – Архангельск и Северодвинск – выбрали для совместного чтения и обсуждения в течение 2018 года повесть известного русского писателя «Мальчики с бантиками». Судьба Пикуля связана с Севером, который оказал влияние на всю его жизнь. В 1940 году семья будущего писателя переехала из Ленинграда в город Молотос, нынче Северодвинск, куда отца Пикуля направили на работу. Повесть «Мальчики с бантиками» автобиографична. События, описываемые в ней, происходили в 1942-43 годах на Соловецких островах, в школе Юнг и на эсминцах Северного флота. У героев повести есть реальные прототипы. Старт проекту был дан 16 февраля. В этот день в Соломбальской библиотеке номер 5 имени Шергина состоялось открытие баннерной выставки «Валентин Пикуль. Один год и вся жизнь». На открытии выставки выступили представители Архангельского городского совета ветеранов. Особый интерес слушателей вызвал рассказ Сергея Евгеньевича Харлова, полковника медицинской службы, члена Совета ветеранов Северного флота, который был лично знаком с Валентином Пикулям. Он бережно хранит книги с автографом, подаренные ему писателем. Удивительным экспонатом домашнего музея Сергея Евгеньевича является кардиограмма, которую он делал Пикулю прямо на дому, куда его пригласили в качестве врача. В течение года баннерная выставка экспонировалась в муниципальных библиотеках Архангельска и Северодвинска. Прошли лекции-презентации, посвященные писателю. Методистами Центральной городской библиотеки имени Ломоносова была разработана интеллектуальная игра «Юнги Северного флота» по произведению Пикуля «Мальчики с бандиками». Целью игры является формирование у молодого поколения уважение к истории Великой Отечественной войны, популяризация творчества русского писателя Валентина Пикуля. Игра «Юнги Северного флота» – это командные соревнования, участники которых соревнуются в умении находить правильный ответ на поставленный перед ними вопрос за ограниченное время. Участниками игры были предложены вопросы и задания, связанные с биографией Валентина Пикуля – это блок первый. Сознанием произведения «Мальчики с бантиками» – блок второй. Школьники с азартом разгадывали кроссфорд за отведенное время, искали правильные ответы в филворде, разгадывали ребусы. Приведу примеры вопросов по повести «Мальчики с бантиками». Назовите корабль, на котором юнги и соломбалы впервые отправились на Соловки. Как звали любимую юнговскую лошадь. Перед тем, как заступить в караул, юнги должны были привести себя в порядок. Как юнги добивались идеальных складок на брюках. На кого решил учиться Савка Огурцов? Какой флот выбрал Савка Огурцов при распределении? И, конечно же, чтобы ответить на такие вопросы, нужно было обязательно прочитать повесть «Мальчики с бантиками». Игра показала хорошее знание школьников по биографии писателя и его книги. Всего в этом проекте приняло участие 536 человек. В своем выступлении мне бы хотелось еще отметить наиболее интересные, значимые формы работы по патриотическому воспитанию. Первое – это окружные конкурсы творческих работ. Ежегодно совместно с Советом ветеранов Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова является инициаторами конкурсов для молодежи, направленных на знание истории не только родного города, но и страны в целом. В библиотеке проходят открытые слушания работ, представленных на конкурс. Это медиапрезентации, посвященные героям Советского Союза города Архангельска и Архангельска области и различным знаменитым сражениям в годы Великой Отечественной войны. Еще одно событие, о котором хочется рассказать – это День подвига «Я русский солдат», инициатором которого стала Соломбальская библиотека номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина. В этом событии принимают участие ветераны, учащиеся в школу Соломбальского территориального округа. Для учащихся и взрослых была подготовлена литературно-музыкальная композиция о современных героях нашего времени, о молодых людях, которым было присвоено звание Героев Российской Федерации. Несмотря на то, что сейчас 21 век, военные конфликты не затихают. Мужество и доблесть, отвага и храбрость – этими качествами обладают солдаты русской армии. Так было в далекие времена, так будет всегда, потому что русским людям присущий патриотизм и любовь к родной земле. Гости библиотеки узнали о подвигах российских солдат и офицеров. Это Юрий Сулейменко, который возглавлял танковый экипаж, участвуя в Чеченской войне. Евгений Родионов, награжденный Орденом Мужества посмертно. Андрей Туркин, принявший участие в операции по освобождению заложников в Беслане. Он спас жизни невинных детей ценой своей жизни. Библиотекари рассказали о старшем лейтенанте Александре Порхоренко, герое России, погибшем в Сирии. Русский Рэмбо так окрестила его западная пресса. Также гости библиотеки увидели кадры последнего боя российского летчика Романа Филиппова, которые облетели весь мир. Этот русский пилот был посмертно награжден президентом России в Кремле 25 февраля 2018 года почетным званием Героя России и Золотой Звездой. Подвиг российского летчика нашел свое отражение в народном творчестве. Так, на YouTube-канале был опубликован любительский клип на песню «Умираю, но не сдаюсь». В качестве видеоряда были использованы материалы последнего боя Романа Филиппова и его фотографий и социальных сетей. Этот клип был также показан всем, кто пришел на мероприятие. Ветераны и молодежь, принимавшие участие, со слезами на глазах читали трогательные стихи о подвигах и героях. Одна из наших детских библиотек расположена на улице 23-й гвардейской дивизии. И именно она ежегодно выступает организатором акции «Бессмертный книжный полк». Цель акции – популяризация книг, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Шерствие бессмертного книжного полка начинается от библиотеки, где детям предлагается познакомиться с книжной выставкой «Не смолкает слава тех военных лет» и выбрать понравившуюся книгу о военном времени. Держа в руках книги о Великой Отечественной войне, участники акции проходят от здания библиотеки до памятной доски, посвященном героям 23-й гвардейской дивизии. Библиотекарь рассказывает детям о том, как была образована эта дивизия и в каких боях она принимала участие. У памятной доски дети читают вслух стихотворения и отрывки из произведений военной поры Агнии Барто, Василия Лебедева-Кумача, Андрея Усачева, отрывки из произведений Юрия Яковлева «Девочка с Васильевского острова», Евгении Жуковской «Школа меняет адрес». Эти и многие другие книги о войне достойны того, чтобы стать в одном ряду с участниками акции «Бессмертный полк», который проходит 9 мая. Есть у нас в ЦБС одна особенная библиотека, которая расположена на островной территории. Там создан сектор по культурно-досуговой деятельности, работают 8 клубных формирований. Ежегодно библиотека организует для населения торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Проводит акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», акцию поздравления «Ветеран живет рядом». При библиотеке работает кружок-мастерилка. Дети своими руками делают поздравительные открытки и сувениры, поздравляют ветеранов, проживающих на острове. А в фойе библиотеки оформляется калаш «Я хочу поздравить ветеранам», на который размещаются поздравительные открытки, рисунки, сочинения юных читателей библиотеки. Интересный опыт у привокзальной библиотеки номер 4, которая организует обслуживание ветеранов и инвалидов на дому. На протяжении 5 лет в этой библиотеке работает программа «Помилуй Боже стариков», в рамках которой организовано обслуживание на дому 8 человек. Один раз в месяц посещают библиотекари ветеранов и приносят им книги для чтения. Муниципальные библиотеки Архангельска делают все возможное для того, чтобы молодежь любила свою землю, помнила и знала свою историю, уважала своих героев. Библиотеки хранят традиции, живут настоящим и творят будущее. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Если вас заинтересовал наш опыт, буду рада ответить на ваши вопросы. Пишите по электронной почте archlibsobaka.ru Спасибо!